В Западно-Казахстанской области предприниматели жалуются на новые правила сбыта корпусной мебели. Отныне образцы изготовленной продукции бизнесмены должны ввести в столицу, чтобы получить так называемый индустриальный сертификат. Как выяснилось, такой документ необходим, чтобы участвовать в процедуре госзакупок. Однако из-за нововведения страдают как раз те предприятия, которые раньше работали в основном за счет государственного заказа. В проблеме разбиралась Роза Сатканова. Здесь трудятся те, кто когда-то отчаялся найти работу. Большинство – люди с ограниченными возможностями. Руководитель сам передвигается на инвалидной коляске. Однако это не помешало ему наладить производство. Его команда выпускает национальную утварь и различную корпусную мебель. Вернее, выпускала полгода назад. С июля месяца мы в данный момент не работаем. У меня работало 35 человек, из них 21 был инвалид. Сейчас, в данный момент, работает всего 7-8 инвалидов. От государства нет никакого заказа. Предприятие зависит от госзаказа, не скрывает предприниматель. Его мебель поставлялась в детские сады, государственные организации, больницы. Сейчас же, чтобы участвовать в процедуре государственных закупок, необходим новый документ – индустриальный сертификат, говорит предприниматель. Получить его, оказывается, не так уж и просто. Чтобы получить индустриальный сертификат, я должен получить сертификат соответствия. Чтобы получить сертификат соответствия, мы должны все корпусные мебели везти в город Нур-Султан. Чтобы везти туда, я должен нанимать фуру. Фура стоит от 250 до 300 тысяч. С Уральска до Астаны, сколько я? 2000, по-моему, километров. Туда везти, это мебель, очень трудно. Это в разборном виде я должен везти туда и там же собирать. То есть, я отсюда должен забрать еще специалистов. Эта мебель не возвращается, их всех ломает, испытывает. Ну, считай, 200 мебель просто так выкинул. Чтобы получить маленькую вот такую бумажку. Маленькая бумажка – инициатива Палаты предпринимателей Республики Казахстан, говорит Биржан Кужаков. Новые правила вводятся для благопотребителей, утверждают специалисты. Так как он выпускает мебель, а мебель подлежит обязательной сертификации, то есть, видите, он будет мебель предоставлять, например, в детские сады, в различные учреждения. То есть, контакт с человеком будет, и обязательно он должен предоставить сертификат соответствия. Раз предприниматель идет в госзакупке, его товар должен выполнять определенные требования. Согласно этим требованиям, необходимо также заключение столичных экспертов. Они должны воочию осмотреть производство. Следовательно, их необходимо пригласить в Уральск. Причем за счет предпринимателей. В этом плане региональные предприятия оказываются в невыгодном положении. Размышляют над нововведением уральские бизнесмены. Проживание, перелеты, завтрак, обед, все мы платим сами, то есть, из своего кармана. Для нас, общественное объединение, это очень трудно. Также должны быть у работников дипломы, стаж работы, но этого ни у кого нет. Материальная база, ну, материальная база, станки есть, но с дипломами, с этими очень тяжело. Наши предприятия существуют только ради вот этих заказов госзакупок. Если нет, в данное время вообще уже, можно сказать, в силе месяца мы толком по мебели не работаем. Сейчас цех остановлен, так как нет, не можем участвовать из-за того, что у нас нет сертификации. Может, со временем пересмотрят, может, кое-какие другие изменения ведут. На предприятии общества слепых работает 56 человек, из них 26 инвалидов. Постельное белье поставляли в больницы, мебель, различные организации. Однако на данный момент коллектив остается без работы, в то время как сертификации ответствия получили 6 компаний, преимущественно крупные. Этот документ является добровольным. Если предприниматель решил сам участвовать в госзакупках, он должен предъявить этот документ. А если у него нет этого документа, он в госзакупках участвовать уже не будет. Первым этапом у нас пошли мебельная промышленность, легкая промышленность. И уже постепенно мы будем поэтапно привлекаться уже в другие отрасли производства по нашей области и по Казахстану. На сегодняшний день мы выдали уже где-то около 5-6 индустриальных сертификатов. И многие находятся на стадии подготовки документов. Как будет развиваться бизнес инвалидов с новыми правилами, неизвестно. Механизм получения сертификата нуждается в доработке, считают уральские предприниматели. Роза Тканова была Джерлгасов, Канат Махмутов, Хабар-24, Уральск.